С утра до вечера Самым любимым из которых был Шопен Вызывающий острую печаль О чем-то невозвратном и бесконечно дорогом Снова сердце задрожало Час последний, час прощальный Я несусь в мое былое Этой песне чудотворной Так покорен мир упорный Летом 1889 года в Самару Приехал новый член окружного суда Сергей Карпович Щеглов Приехал он из Петербурга И не один, а с семьей Состоявшей из жены Анны Васильевны И двух маленьких дочерей Жена Щеглова Анна в девичестве Константинова Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию По классу рояля Получив большую серебряную медаль И звание свободного художника Ее учитель, профессор Лешетицкий Предрекал ей блестящее будущее Ведь она так тонко чувствует музыку Но с мечтами пришлось расстаться И ехать вслед за мужем, как ей казалось, из Петербурга Чуть ли не в Азию, в Самару Первые дни тоска по родным и друзьям Оставшимся там, на Невских берегах Съедала ее Да и Самара после Петербурга С его изящной архитектурой Производила ужасающие впечатления Неровные деревянные мостки Вместо тротуара Едва светящиеся фонари Отсутствие зелени Пыли, грязь на дорогах И еще многое, многое другое Но сколько не предаваясь тоске Веселее от этого не станет Да и устала она от этой тоски Жизнерадостная и энергичная По натуре Анна Васильевна Быстро устроила свою самарскую квартиру По образу и подобию той, что осталась в Петербурге Благо дело и фортепиано И изящные фарфоровые статуэтки И все остальное было перевезено Из Петербурга в Самару И уже совсем скоро В гостиной у Щегловых Вновь зазвучала музыка Привлекавшая тех, кто любил ее И умел слушать Приходили сослуживцы Сергея Карповича Бывал председатель окружного суда Аненков и многие другие И выпускница Петербургской консерватории Анна Щеглова-Константинова Воспряла снова Загоревшись теми же мечтами Которые еще совсем недавно Тревожили ее сердце А мечты Были и в самом деле высокими Почти неземными А музыки, звучащей В самых лучших залах И уносящей куда-то ввысь К звездам А рукоплеющей петербургской публике С восторгом встречающей Свою любимицу О взглядах, полных любви И обожания Да, мечты Впрочем, родились эти мечты Совсем не на пустом месте В мае 78-го Когда пришло время Проститься с консерваторией Одна из петербургских газет Между прочим Упомянула и ее Пианистку Анну Константинову Если господин Лешетицкий Не может передавать Своим ученикам талант Говорилось в газетной заметке Зато можно быть Всегда уверенным Что встретишь у них Блеск и шик Игры их учителя А вскоре Появились и ученики Вначале их было Совсем немного Дети знакомых И тех, кто видел ее На концертах Устраиваемых Обществом любителей Музыкального И драматического Искусств А потом С каждым месяцем Стало становиться Все больше и больше Услышав, как Досужие Самарские Кумушки Судачили Промежь себя Дескать Консерваторка Слово-то какое Неприличное Анна Васильевна Только Рассмеялась Да и чем еще Можно было Ответить на такое Невежество Но Даже Эти кумушки Нашептавшись В волю Стали приводить К ней Своих дочерей Учиться На фортепианах Отныне Целые дни Были заполнены Уроками Которые начинались С девяти Утра И заканчивались К семи А то И к девяти Часам Вечера С двумя Получасовыми Перерывами На отдых И часом На обед А когда Закрывалась Дверь За последней Ученицей Звучала уже Совсем другая музыка Для себя Для семьи А еще Репетиции Перед сольными Выступлениями Или Акомпанированием Знакомым Чаще Чаще Других В квартире Щегловых Лился Глубокий Выразительный Голос Зинаиды Фатеевой Жена Присяжного Поверенного Самарского Окружного Суда Фатеева Пользовалась Заслуженной Популярностью В Самаре И недаром Она умела Заставить Зрителей Пережить Те же самые Чувства Которые Переживала И сама Музыку В доме Щегловых Любили Все Нередко Из своего Кабинета Выходил Сергей Карпович И прислонившись К дверному Ксюку Слушал Как пела Фатеева И как Его жена Ей Акомпанировала Он никогда Не ездил На концерты Потому что Очень волновался За жену И предпочитал Наслаждаться музыкой У себя дома Воскресенье 11 мая 1903 года В помещении Коммерческого Собрания Имеет быть Акт Музыкальных Классов За 1902 Третий Учебный Год Начало В 2 часа Дня В первом отделении Будет представлен Краткий Отчет О деятельности Музыкальных Классов Который Прочтет Директор Господин Карклин Во втором Отделении Выступят Ученики Преподавателей Холомецкой Богданович Карклина И Константиновой Щегловой Вход Для членов Императорского Русского Музыкального Общества 15 копеек Для учащихся 10 копеек Для посторонних Лиц 50 копеек Почти Сразу же После переезда В Самару Анна Васильевна Щеглова Стал принимать Участие В концертах И благотворительных Вечерах Которые устраивала Общества Любителей Музыкального И драматического Искусств Вечера Проходили В Пушкинском Народном доме В зале Коммерческого Собрания В реальном 1895-го В зале Коммерческого Собрания Стоялся концерт С участием Артиста Императорского Театра Нирова Вместе с ним Выступили Приехавший Из столицы Чтец Декламатор Ермилов А также Самарчанки Фатеева Храповницкая И Щеглова Ниров Исполнил Несколько Арий Среди которых Была обожаемой Публикой Любви Все Возрасты Покорны Романсы Глинки Пасхалова И еще много чего Сверхпрограммы По настойчивому Требованию Собравшихся После Выступил Ермилов Прочитавший Чеховский Рассказ Винт А завершили Вечер Выступления Самарчанок Которых Публика Долго Не хотела Отпускать Со сцены Требуя Исполнения Одних Тех же Нумеров На Бис Но Анна Щеглова Не только Акомпанировала Солистом Но и играла Вместе С местным Театральным Оркестром Именно такой Концерт Состоялся В марте 96-го Года В городском Театре И стал По признанию Всех без исключения Газетных Репортеров Одним из самых Удачных За всю Последнюю Зиму Рояльную Партию В этом концерте Исполнила Анна Щеглова И как исполнила Блестяще Писали Все Самарские Газеты Которые Так часто Теперь Хвалили Ее Что Трудно Себе даже Представить Кого Они Хвалили Еще Так часто Если бы Щегловы В силу Какой-нибудь Случайности Случайности Переехали Из Петербурга Не в Самару А в любой Другой Город В среду 22 февраля 1895 года В зале Коммерческого Собрания Состоялся Концерт Скрипача Господина Мюллера С участием Госпожи Щегловой И госпожи Фатеевой Настоящей Мученицей Этого концерта Была Госпожа Щеглова Каждый Нумер А их Было Более Десяти Она Или играла Самостоятельно Санату Григо Этюды Балладу Шопена Или Акомпанировала Скрипки Виолончели И сопрано Госпожи Фатеевой Особенные Впечатления Произвел Квартет Для Сопрано Скрипки Виолончели И рояли Религиозная Мелодия Флора Круцификс Этот Нумер По требованию Публики Был Повторен И прослушен С удовольствием 20 век Начался Для госпожи Щегловой На исходе Его первого Десятилетия И начался С несчастья В начале Января 1910 года Скончался Сергей Карпович После смерти Мужа Анна Васильевна Долго Болела Тяжело Переживала Его Уход Прекратила Было Концертировать И Сделалась Затворницей Но это Было только Начало Испытаний Которым Совсем Скоро Будет Несть Числа В марте 19 В Самаре Состоялся Концерт Лекция Посвященный Шуману Лектор Говорил О композиторе Как о представителе Романтического Периода В музыке Отвечал на вопросы Пояснял его Отдельные Произведения Щеглова Играла Мелкие Сочинения На рояле А также Сыграла Пьесу В четыре руки Вместе С госпожой Логовской Больше А выступать В Самаре С концертами Анна Васильевна Щеглова Не станет Она Вообще Больше Не будет Концертировать А будет Воспитывать Внучку Ирину Оставшуюся Сиротой После того Как ее Родители Бежавшие Из Самары От большевиков Умерли Гаснут Звуки Разорвется Вдруг С вами был Михаил Перепелкин Субтитры